Вам вот это больше нравится по перспективе? Да, просто. Вполне съедобное. Лена, а тебе как-то? Обе. Давай с тобой? Давай. Значит, здесь у нас с тобой разбавитель для масляных красок. Кисточку там не моем, не промакиваем. Только маканием берем жидкость для разжижения. Взяла жидкость, взяла белильца, сделала сметанный замес, взяла краснильца. И всю нижнюю часть картины вот этими краснильцами укроешь. Более нарядный цвет положим чуть потом. Добираешь белило, добираешь краснило и сметанный характер густоты нанесешь на колст по вот этот уровень. Когда нанесешь на колст эту, вытришь кисть, возьмешь снова белило, возьмешь голубенький и отсюда начиная, то же самое произведешь с голубым. Хорошо? Хорошо. Только очень темно не делай, лучше мы потом утемним. Сначала в большей степени разбелим. Смотри, разбелим ей лучше вначале. А потом уже прибавим. Давай так. Вымазывание. Начинаем уходить. Это такое вымазывание любит акварель. Любит гуашь, акрил. Но не масляная живопись. Масляная живопись любит укладку. Поэтому берем и краску упаковываем на холст, а не раскрашиваем холст. Сейчас белинца добавим. Вот таким действием штриховательно лежачий к холсту кистью распределительно уложить красочку. Ты видишь, достаточно благородно укладывается. Точно так же белого и розового. Да. Единственное, что более румяно. Начнешь более румяно. И по мере того, как ты будешь опускаться, ты будешь добавлять белинца. И уже укладывать менее смугло. Вот такими почти слоями. После того, как ты уложила второй слой, ты чуть-чуть вытерла кисть. Опустошила от лишней краски. И малым нажатием распределила переход. Вот здесь тоже где облако? Да, да, да. Облако заслонит. Поэтому сначала вот это, а потом уже... Именно вот до этого, до розового? Ну да, приблизительно до розового. Нет, соединять потом вместе соединим. Остальное положение кисти как черенок цветка. Не как топорчик, не еще как что-то. Как черенок. То есть не вот из этого положения, а вот из этого. Вот такое. Вот такое. Общение с кистью. Вот такое. Она обращена к холсту, да? То есть не... Какое-то у тебя было сомнительное. Вольнственное. Ну, сомнительное такое, грубоватое. Вот такое. Давай. Такой траектории. Вот по такой. Не забивая полностью розовый. Чтобы розовый чуть-чуть в подкладке сохранял свое присутствие. Лодочный характер укладки. Лодочный. Вот такой, лодочный. Хорошо? Вот по этот уровень произведешь укладку моря. Нет, ты прямо по этим следочкам свои поставишь. Горочку начнешь от низкого состояния начнешь поднимать по чуть-чуть. Да. Пока только синим. Чуть-чуть начнешь поднимать. Не спеша. Не от края, которые ты нарисуешь, а потом закрасишь. А снизу поднимаем. Дальние горы они прижаты к линии горизонта. И вот это надо показать обязательно. Хорошо? Солнышко у нас чуть-чуть с этой стороны. Скорее в правой стороне, чем в левой. И вот ты деликатненько подкрадешься там. Поднимешь чуть-чуть. Поднимешь. Уточнишь. Уточнишь. Все эти зазубринки краев уточнишь. Уточнишь. И все пока синим. Пока ты в области синих и розовых, ты не можешь сильно нарушить дисциплину. Все будет как-то в пределах. Когда вот это вот совершишь, и сюда совершишь, возьмешь красноту к синеве, к этой голубизне, деликатненько, вот этим дымочечком, создашь идею облачочков а-ля дым. Чуть-чуть конфигурацию их покажешь. Грязноватый. Да, да, грязноватый. Действительно грязноватый цвейки. Пальчичком этот дымочечек дообслужишь, и будет облако. Правда? Облаковидность появится. Появилось? Угу. Потом возьмешь велица и краснильца. Можно плюс немножечко желтилица. Но желтилица немного. И вот этот цвейки загонишь по такой формуле. Мера вещества небольшая. Небольшая. и вот такой дракончик укладки. Положила. Раздавила. 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 Это оно? Оно. Чуть-чуть, может быть, тоже слегка пальчиком доиграло. Вот так разбило в какие-то клочья. Вот таких облачков здесь тоже. Единственное, что здесь можно плюс розовиночку. вместо краснинки чуть именно розовинку. Она более холодненькая и будет вкусненько. Можешь вот так прозрачнее поукладывать. Не не очень плотно. Смотри, лежачая кисть еле касается. Дым, дым. Вот он, этот дым. Вот они, облачочки. почти тонально равны небу. Но эффект заслонения ты видишь, происходит. То есть они и другие, другого цвета и чуть-чуть другой тональности. Здесь какой-то вот блеск от чего-то идет. Это из окна. А, это из окна, да? Ну, вплоть до того, что если что, вот так сделаем. О, не стало. Смотри, какая прозрачность. Здесь уже пальчиком может ничего и не надо делать. Не бороздишь, а укладываешь по макушкам зерна холста. Вот эту красоту. Чуть добавила белил, чуть добавила краснил. И вот твои уже более светлые облачочки. Еле касаюсь. Посмотри. Правда, аж удовольствие можно получить. от таких звуков. Ну-ка, давай, получи удовольствие. Вот там не надо, а здесь чуть-чуть вот такой дымочечек. Еле касаюсь. Желательно не мизинцем, а вот этим моделирующим пальцем. Вот этот хороший дорого. Это касаемо только границы или внутри тоже? И границы и внутри. И не забывай, что у тебя есть розовый, если что. Смотри. Розовый, если что, есть. да? То есть вот это облако достаточно плотное. Это все просто уплотное. Значит, пока рисуешь только крупные облака, всю эту мелочь чуть потом. И так же их бликами украсить. А вот здесь снизу пойдет? Или он из этого выйдет? Нет, он придавится. сверху. Вот такой. И потом вытерло и придавливаешь. Во-первых, не желтый. Помнишь, я говорил поменьше желтого. Ты, как все нормальные люди, тюкнула желтого вдоволь. Драконистые проявления. вытерло, подраздавило. Оно вписалось в среду. Правда? Смотри. В среду сразу вписалось. То есть дракончик укладки. Раздавливательно. Раздавливательно. Терпимо. Вполне. Так. Это уместно здесь? Да. Да. Оно. Вот это крайнее облако все равно как-то оно не такое. Ну, даже близко к тексту это будет уже неплохо. Так. единственное где у нас остается проблемно это вот в этом месте где нам нужно сделать переход. Ну, попробуем взять это вещество и немножко подраствориться. Ты видишь прикоснулся вытер. Прикоснулся вытер. Может быть даже доберу чуть-чуть и растворю. Так. вот такой дым перехода. Горы немножко подняла. Мне кажется, надо еще вот эту душе. чуть-чуть подотрешь и вот в это пространство зайдешь вот с таким настроением. и потом поднимется скала и заслонит и будет из-под нее, из-под ее темности будет светлость. Так, что касается вот этого пятна. Значит, возьмешь рыжий, желтый, красный. Там рыжий откровенный, но он не должен был бы быть откровенным в природе, поэтому припачканность его о голубой сделает его более естественным. Среда лежачая, поэтому нарочито лежачие укладки прямо по моим положишь свои нарочито лежачим. И в воду туда немножко зайти? И в воду туда немножко зайти. Чуть-чуть вот так зайти. Но основные светлости здесь будут происходить вот таким образом. Сейчас мы переметнемся в другую часть картины, потому что мы более-менее там разобрались. вот такие звуки будут, вот такие. Сверху на голубизну, изнутри тоже немножко мерцает розовизна, краснота. Вот такие настроения. Лодочный характер укладки. То есть беру малую меру, малую, и вот лодочка укладки. Вот она. Вот она. Нашвырять, 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 нашвырять вот эти всполохи. Особенно в районе солнца, где оно у нас будет. И там не раздавливать, да, вот так как в облаках? Да, вот, нет, нет, не раздавливать, вот так сохранить. В небочке солнце будет исполнено вот по такой схеме. такой уже желтоватый замес, Оранжевый в пользу желтого. Раздавленная краска будет звучать сиятельно. А когда мы к ней еще прибавим белизну, будет еще более сиятельно. и аж плавится будет. Плавится? Только чуть-чуть сместишь, а то у нас горы сюда чуть-чуть подвинешь все это. Чуть-чуть сюда, вот здесь будет у нас. Вот. Плавится? Да. Плавится. То есть как будто фонарем подожжено. И уже к этому пятну возьмешь уже красноту в полную силу и подтянешь туда это облако и раздавишь его в мутное. Хорошо? Конечно. Ну если что все что хочешь попробовать сбрила попробовала. Сбрить вот так. Сбривать у меня отлично было. Да? Честно. Ну очень хорошо. Потом покажу тебе как с этой волной поднимешь чуть-чуть здесь. А к блока мы еще вернемся. Вернемся, да. Единственное что чуть-чуть смотри. Очень красиво сбрита. Сбривай оглядываясь не получилось ли чего красивого. Хорошо? Сбрит авторский. Давай. Странные звуки которые должны быть мягки и туманны. Они так пошленько полосатые как будто кто-то грубо закрашивал. не грубо закрашенные должны быть. Такой дымчатый комковатый характер. Все эти облачка имеют несколько комковатый характер. Правда? Не полосатый. Да, с краской переборщена. Имеют зигзаги силуэтов. Правда? Угу. Вот так носом никто туда не смотрит. Не смотрит. он здесь останавливается этот сегмент. То есть читаем изображение. Вместо вот этих звуков которых я вижу на холсте сейчас очень много вот этих холмоподобных должны быть звуки лодочка подобные. Помнишь, я произнес слово несколько раз? лодочка. Параллельно лодочка. Смотри. Лодочка значит они выгнуты или у них какая-то есть линия? Смотри. вот это лодочка. Вот это лодочка. А вот это уже холм. Все. Понятно. То есть холмообразным оно категорически быть не должно. То есть это набор многих укладок, но обязательно лодочного характера. Волны состоят сплошь состоят из вот таких звуков. Причем внутри одной тоже много мелких. То есть оно прямо все испещрено лодочностью укладок. Поэтому лодочка, лодочка, лодочка. Нашвырять этих лодочек. относительно линии горизонта все-таки поднять немножко или нет? Потому что солнце хочется посадить вот сюда, но у меня как-то гора. Значит, линию горизонта усадить ровненько, геометрически выразительно. То есть мы видим выше просто выше. потом подотрешу. Поскольку голубой туда уже зашел напрасно, вытереть тряпкой его до сухого холста и на это место прийти кроющим мазком. хорошо? Хорошо. Сначала в пользу красноты, потом в пользу желтоты. Спектр света таков. Белизна, желтота, краснота. Потом уже фиолетовизна, синевая и так далее. Он будет сиять, если внутри будет белый, белый, желтый, красный. Будет эффект сияния. Хорошо? Хорошо. И без всяких зеленод. Так, кроме этих вещей у нас с тобой есть вот эти вещи. Возьмем красный, поскольку красный здесь участвует во всем в силу заката. и просто эту синеву для начала приглушим красным. Заодно окончательно уточним силуэт. Зубчатый характер максимально показать. Пусть будет этот зубчатый характер. Согласна? здесь ближе к свету краснота ядреннее и даже разбеленно. Есть такое, да? То есть краски небольшое количество, но перемалываем. Перемалываем до красноты. Оно, да? Примерно такое содержание дальнего видна засвеченность. Когда ты все это с краснотой уложишь, возьмешь нарядный зеленоватый с желтеньким и чуть-чуть пройдешься по этим краснотикам и они тоже чуть впишутся в среду. Чуть-чуть впишутся. Вот так. Так. У нас есть еще и волна. Волна там мелкая, но невыгодно, чтобы она была такой мелкой. Мы возьмем с тобой голубизну. и на этом месте вот все у нас горизонтальное, да? Все горизонтальное. И вот появляется волна, которая по характеру своему поднялась и стала вертикалью. Смотри, сразу волна подобность выразилась характеру укладки по направлению поднятия. После этого поднятия опять продолжается лежачий характер плоскости. Плоскость лежит и здесь начинает подниматься вот по этой траектории. Вот по этой. Согласны? Угу. Вот эту траекторию внятно выразить. А то, что наверху много краски на лавне образуется, это остальные, да? Она даже дает кромку. Правда? То есть эта многость краски даже дает кромку. Возьмешь разбил желтоты и сверху по волне положишь тот свет, который там сияет. А заодно к солнцу создашь дорожку из желтых и даже белых звучиков. Такой меч свету, да? Меч. Она? Она? Здесь на переднем плане у нас появится не подверженная вот этому цвету, потому что в стороне от него сиреневатая кромка воды. Остатки воды на этой рыжей плоскости. Плоскость рыжая и на ней остатки. Прикольно? Прозрачно? На пену похоже. Видишь, что у меня волна немножко упала. Так, у нас с тобой еще есть вот такая вкуснятина. Мы сейчас ее тоже подсунем. И я еще солнцем наблюдаю. Бирюзовое настроение мелководья воды. И вообще как бы теплости воды. только там не вот таким мысом, а наоборот. Вот таким. Это коричневый, да? Ага. У нас горой не садится. есть там что-то такое, да? Да. Есть там что-то такое. Береговая, да, продолжается? коричневый, голубой. Будет очень темный цвет. подсадишь его сюда книзу и чуть-чуть толкнешь наверх. Ты видишь, мятость, которая формируется, уже очень смахивает на ту мятость. вот туда, по направлению склона. Посмотрите, содержания появилось на пустом месте. Да? То есть, казалось бы, я просто напачкивал, а тем не менее появляется содержание. Я хотела показать, что он сюда вылезает зеленым. Сейчас, сейчас. Можно листью, просто для того, чтобы зеленый вылез, его кто-то должен оттенить. Его оттеняют вот эти пятна. мастихин очень хорошо справляется с идеей скал и камней. То есть, рубленные формы скалом очень идут. То есть, даже произвол прикосновений уже создает идею скал. Идею склонов. Создает? То есть, не то, чтобы я прямо там что-то вырисовывал. Я сделал произвол. Однако, достаточно выразительный. Как только получился выразительный, я останавливаюсь и больше в том месте не работаю, потому что зачем мне хорошее улучшать. Логично? Все живенько, разнообразненько. Единственное, что вот эти места, вот эти вот места больше красноты. То есть, поперемешать туда краснотики. краснотики. Оно, да? А как тебе такое? Там мало выражено. Я чуть преувеличил этот блеск красного на этих скалах. краснотики. Она? Появилась свет, тень. Хотя тонально они почти равны То есть степень темности у них Почти одинаковая Помнишь, с чего начиналось? Синий, потом мы в него вмешали красный Потом зеленца Теперь красным уже поджигаем Не обязательно делать Такой простецкий Кругляшок Будьте Часто А там облака Часто прячась за облаками Солнце Вот просто плавится В той местности Где Находится И даже по облакам Часто Создает эти зигзаги Согласны? Часто по облакам Вот такими активными Встречал такое, да? Там этого нет Но это же звучит? Звучит То есть там простая Гладкая ситуация А мы сделали Негладкую То есть я положил Некое Некий произвол этих Зигзагов В том числе И этому облаку И можно чуть-чуть Дополнить Темным То есть Красный нимб Как бы сохранится А здесь появится Темный Цветик И в том числе Можно Все это Пустя Мне как бы В центре облака Да Все это Успокоить Пустой кистью Успокоить Фактуру Которую мы накидали Успокоить Фактуру Ну если хочешь Можно еще Светлых Чуть-чуть Подложить Особенно желтоватых В края Да Пройтись Вот таким Чем-нибудь Чуть-чуть 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 И тоже Все это Ты можешь ощупать Если надо Сбрить Логично Логично Да Ну и вот это Наверное Которая С края Ага Ага Прямо вот таким Обложить Желтым И потом Чуть-чуть Его Загнать Там Видишь Даже Некоторая Ветренность Появляется То есть Вот этот Ритм Создает Эффект Ветерка Вот эти настроения Тоже Можем туда Продолжить Отсюда Начавшись Они Все более Ярко Склоняются Туда Есть там Такое Поиграй Пощупай И вот Скажем так Вот это Темное пятно В облаке То есть Скажем так Вот эти Акценты Рыжие Может туда Немножко Красноты Да Чуть-чуть Красноты Поднапустить Хорошо Это как вы говорите Сбрить Нет Прямо вот так Подпустить Красноты Там у нас Слишком Синее Подпустить Красноты Опять же Смотри Смотри Какие Мягкости Какие Дымчатости Какие Облаковидности Правда Ну ничего Так себе Вы знаете Я с облаками Честно говоря Не получается Мастихином Смазывать Стирается Вся краска Кладу И раздавливаю И раздавливаю Да Пустым Мастихином Раздавливаю Количество Краски Количество Краски Которые Я кладу Небольшое Вытем Раздавливаю Не Я Систем Т desc Что Вы Кашка Э Такое Открыть Гоняю в ту сторону, в которую просится погнать пятно. Я же как раз уговаривал больше в пользу красноты, а не в пользу желтоты. Естественно, человеку понятнее желтота, чем розовизна, и ты по этому принципу и поступила. Вот этот розовый цвет не является понятным почему-то, все время перебарщивают с желтотой, в пользу желтоты. Ну и как, хороша розовизна, правда? Хорошо. То есть это обычные проблемы новоначальных. Такая с этим желтым петном вот так оставить, а где его все-таки стереть как-то нужно. Давай красноты добавим. Причем, чем дальше от цвета, тем больше краснит, а не желтит. Правда есть такое там? Да, есть такое. Хотя вот рядом с солнцем у нас достаточно красные облака. Ага. Ну это потому что они твердь, твердь. Она становится красной. Украина. Смотри, ярусность, что есть тот дальний и есть этот ближний. Здесь больше кистью и пальцем, здесь уместнее раздавленность в среду, здесь я просто вытер, чтобы голубизна появилась. Можно, конечно, наполнить веществом краски, но вот можно и так. Еще хотела спросить, как с волной, она как-то у меня здесь закончилась, мне ее как-то на нет свести или ее все-таки здесь надо же поднимать? Так. Волны часто состоят из двух частей. Вот идет волна, одна часть волны. Во-первых, допустим, она здесь уже пониже, пониже. Вторая часть волны, этой же. Вот это раздвоение волн часто происходит. Есть, да? Вход одной в другую ножницами. То есть уже одно это разбивает волну, ты видишь. Плюс вот эти горизонтали нарочитые. Собственно, волна это такой вот рулон, который закрутился. Рулон, который закрутился. Сейчас, сейчас, смотри. То есть он хочет подняться туда. Где вам нужно? Сейчас, сейчас. П,-. ГОВОРИТ- Всюду, как ты видишь, лодочный характер укладки. Вот эти пены, которые образуются, ты видишь, здесь они фиолетовят, также они фиолетовят во всей тени, вот здесь у нас тень, и они тоже поднимаются туда вместе к волне. И всякая пеночка в тени будет иметь синеватое звучание. То есть конструкция волны, которую мы видим на картинке, разобрать ее невозможно. Единственное, что мы знаем, основные принципы волны. И основные принципы такие, что это поднялось и заслонило дальник. Это вертикально, а это все горизонтально. Исходя из этого знания, мы формируем идею волны, несмотря на то, что на картинке ничего толком разобрать невозможно. Может быть, чуть-чуть притемним уголочек. Пусть будет притемненность.